Я Генис Семен Годилевич, родился 21 марта 1946 года в городе Киршиневе по улице Измаильская, 37. Моя мама Генис Рухля-Пенсионовна родилась в 1907 году в городе Киршиневе, а мой отец Генис Годиль Морткович родился в 1903 году тоже в городе Киршиневе. Отец и мать Семена поженились в 1931 году, а в 1933 у них родился сын Яков. Однако в 1941 году началась Великая Отечественная война, и их семье пришлось не сладко. Отец Годиль Морткович с начала войны ушел на фронт, после чего был ранен и демобилизован. Мать Рухля-Пенсионовна со многими евреями была погружена в эшелоны и отправлена в Узбекистан, где ей пришлось прожить до 1945 года. Этот переезд спас ей жизнь. В основном все сестры и братья родителей ушли воевать. В живых остались лишь единицы. Со стороны отца осталась одна сестра, которая в 1946 году эмигрировала в Израиль. Со стороны матери остались три брата. Мама и один брат остались жить в Киршиневе. Другой брат в 1946 году тоже эмигрировал в Израиль. Дедушки и бабушки решили остаться в Киршиневе, посчитав, что они уже старые и их никто не тронет. Однако они ошиблись и были убиты. Когда я расспрашивал своих родителей, а где же наши родственники, где мой дедушка, где моя бабушка, то они говорили, что по некоторым данным они знают, что их арестовали, свели в сторону лесторговой базы. Там все, кто остался в Киршиневе, убили и куда-то отвезли ихние трупы, соответственно, засыпали. В 1945 году, после возвращения Рухли, семья Генниса воссоединилась. И в 1946 году был рожден Симеон. Мой брат, Генис Яков Годилевич, родился в 1933 году. Учился в 7-й школе, которая находилась на улице Льва Толстого. После этого поступил в Киршинский госуниверситет на отделение полупроводники и диэлектрики. Успешно его кончил с отличием. Далее Яков Годилевич уехал работать в Северодонецкую область, где проработал буквально год. После этого он поступил в МГУ в отделение физмат, где проучился 3 года. После чего поступил на отделение мехмат и там проучился 2 года. В 29 лет Яков защитил кандидата наук. В 38 лет защитил доктора наук. И в 42 года был профессором Советского Союза по ядерной физике. В 62 года он со своей семьей хотел эмигрировать в Америку. Но его не хотели пускать, так как он руководил операцией по расследованию аварии на Чернобыльской АЭС. В 65 лет он все-таки эмигрировал в Америку. В настоящее время Якову Годилевичу 84 года. И он работает преподавателем в Нью-Йоркском университете. В 1970 году, 5 ноября, я женился на Надежде Степановне, Крюкова, фамилия Назала Мою, Генис. У нас с ней двое дочерей. У двоих дочерей четверо внуков. У младшей дочери мальчики и девочка. Вот мальчику минуло только 8 месяцев. Девочка ходит в 5 класс. У старшей дочери девочка и мальчик. Мальчик ходит в 11 класс. Но дочка ее уже кончила в Англии в университет. И будет дальше как бы продвигаться по работе. Вот так как бы вся из чего состоит моя семья. На сегодняшний день семья Симеона Готелевича является очень большой, счастливой и сплоченной. Он мечтает сделать стенд генеалогического древа своей семьи. Она испытала и пережила тяжелые моменты. Войну, голод, смерть. Но благодаря любви, верности, везению уцелела. И хотя члены семьи проживают в разных уголках мира, память о своих предках они не забывают и передают из поколения в поколение. Бережно храня частички своей истории. Над фильмом работали учащиеся 11-го Б-класса, лицея имени Петру Мавилла, города Кишинева, республика Молдова. Волкова Екатерина, интервью, монтаж. Унту Галина, интервью, оператор. Чернецкий Анна, перевод, озвучка. И Мирон Никита, подбор материала. И наш вдохновитель, педагог, учитель истории, подлеснова Людмила Макаровна. Особую благодарность хочется выразить нашему главному герою, Генису Семену Годилевичу, который рассказал историю своей семьи и предоставил такие уникальные фотоматериалы.